Компания Hyundai решила сократить большую часть персонала российского автозавода Hyundai Motor Manufacturing Rus. Там методом полного цикла собирали седаны Solaris, кроссоверы Creta, а также семейство Kiorio. Напомним, что предприятие остановилось 1 марта по причине разрыва логистических цепочек, вызванного антироссийскими санкциями. В простое, по официальным данным, сейчас находится 2200 работников, а еще около 300 продолжают работу. Они, как сообщает телеграм-канал «Русский автомобиль», заняты штамповкой, сваркой и окраской кузовов для алматинского конвейера Hyundai Trans Kazakhstan, где недавно возобновилась сборка Solaris, правда под именем «Акцент». Остальному персоналу придется согласиться на сокращение по соглашению сторон. Добровольные увольнения начнутся сразу после новогодних каникул. Подписавшие соглашения получат несколько месячных окладов компенсации. Официальная позиция автопроизводителя звучит так. Из-за продолжающейся приостановки производственных процессов компания Hyundai Motor предпринимает шаги по оптимизации штата персонала. Притом компания обещает выполнить все без исключения социальные обязательства перед сотрудниками, которых затронет оптимизация. Но очевидно, что тех, кто откажется увольняться добровольно, сократят принудительно. И в этих событиях есть очень тревожный знак. Российский рынок очень важен для корейской компании, так как она вложила сюда огромные средства. Гораздо больше, чем потратили закрывшие свои заводы Toyota или Nissan. А затевать сокращение персонала можно, только если руководство Hyundai Motor твердо уверено. В ближайшие год-два возобновить выпуск автомобилей не удастся, ведь более короткий срок проще переждать, чем потом заново набирать штат сотрудников. Впрочем, нынешняя консервация сборочного конвейера не означает полный уход марок Hyundai и Kia из нашей страны. Обе они сертифицировали машины корейского производства, которые сейчас ввозятся небольшими партиями. Также нельзя исключать, что дилеры начнут торговать алматинскими Солярисами, а там, возможно, гамму пополнит и родственная Крета. В любом случае, у корейцев есть пространство для подобных маневров. Кстати, в непосредственной близости от автомобильного расположен моторный завод Hyundai VIA Rus, способный выпускать до 240 тысяч двигателей ежегодно. И он, скорее всего, также будет подвергнут заморозке. Продолжение следует...